здраво из вами фреймиссер игр азэйн и тякин с артефактом мы закончили с вами на то что просто вызвали ли 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 вы лиза лили ли лили ли это этого этого парня просто полностью его вытащили из этого ужасного места я честно говоря до сих пор не знаю могу ли я туда вернуться вернуться могу а стоп эта штука меня Клёво, она теперь сама меня поднимает. Ну что, будешь поднимать меня опять? О, молодец, молодец. То есть я всегда могу туда вернуться, чисто теоретически, но понятия не имею, как достать тамошний талант. И, может быть, потом узнаю больше. Другой парень, ты можешь мне ещё хоть что-нибудь сказать? Эй, я думаю, что мне пригодилась бы твоя помощь. Ты пойдёшь со мной? Конечно! На самом деле, мне не нужно, чтобы ты со мной шёл. Ну-ка. Эй, я думаю, что пригодилась бы твоя помощь со мной. Конечно, чёрт! Я же не хотел, чтобы ты... Если ты сдохнешь теперь. Ну ладно, если что, у меня здесь, короче, есть сейв, поэтому, может быть, я как-нибудь выживу. Щит я применить не могу вообще, это смешно, кстати. Может быть, я могу хотя бы этот щит применить? Он вроде, да, тридцатник ест, как раз столько, сколько у меня есть. Тыдыщ! Самое то, нет? Ну да, нормально, нормально, ерунда. Здравствуйте, у меня есть щит. Дую! Парень, убей их сам, а? Пожалуйста! О, чёрт, побери! Чёрт! Взорвитесь вы там! Да, молодцы! О, они взрываются от парня! Это же просто замечательно! Так, погодите, ну теперь мне нужно вот это. Так, о, чёрт! Давай стреляй, давай, 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 давай Ай, 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 чёрт не успел Ну давай, давай, давай Ай, ну что ж ты будешь делать в самом-то деле Проблемы есть, проблемы есть Ооо, я наконец-то завалил этого урода его же оружием и теперь он мне даст? Ооо, замечательно, он мне даст лазер Я, кстати, люблю лазер, ммм, лазерный пучок, 16 А моё сейчас, по-моему, 10 стоит, ну 10, 16, собственно Да невелика разница, это всё ерунда Так, парень, ты мне для начала, я уверен, сможешь помочь здесь, потому что просто обязан встать вот куда-то сюда Так, мне нужно, чтобы ты встал вот здесь на пару минут Ну, в смысле, на полу, но на пару минут тоже сойдёт, не правда ли? Вот сюда? Да, точно, вот там и стой Хорошо Могу ли я здесь пройти? Нет, не могу Какого хрена? Это интересно, я думал, что дверь будет уже открыта То есть, ну, ширина сразу будет открыта Стоп А может быть, кстати, кстати, я думаю, у меня будет талант, который позволит мне эту штуку нажать на расстояние Слушай, а ну слезай отсюда Я здесь, говорит, останусь Блин, а не мог бы ты в уйти теперь оттуда? Потому что мне бы по-хорошему пройти бы сюда, а ты, может быть, сможешь мне сказать, какая здесь комбинация Ой, а может быть и не сможешь Ну ладно, синяя Жёлтая Не знаю Белая Красная И зелёная Это, разумеется, неправильно Но у меня есть другая идея Возможно, красная, жёлтая Вот, судя по талантам То есть, вернее, по тотемам Вот, смотрите, красная, жёлтая Потом фиолетовый идёт, но это пофигу Красная, жёлтая Чё у нас есть ещё? Зелёная, да? Прям следующая же А дальше... Ой-ё! А вот как раз ещё более красная Блин, это проблема А синий тоже, только ты голубой и не пойми какое Ну ладно, рискнём Вот так вот сделать Это было неправильно Чёрт А что у меня здесь? А, здесь у меня пропуск, кстати говоря Но я его уже давно взял Ну да А, погодите, ещё одна мысль Он мне говорил про офис Айкин Может быть, я теперь смогу пройти в офис Айкин Как он мне, собственно говоря, рассказывал И теперь, так сказать, с его помощью у меня всё получится Доктор Айкин Вот сюда Вот сюда И вот где-нибудь здесь А, вот здесь вот, например Ну да, действительно Почему я не удивлён, что у неё есть эта Это, собственно, картинка Ну действительно Люди очень любят Всякие свои мега достижения Выкладывать прямо на стены Да, у неё отличное образование Понятно А это что? Да, вот это, кстати, большой вопрос Что они такое держат? Какая-то фигулина в банке Вы знаете что? Это даже может быть тот самый артефакт А может быть и нет Большой вопрос Бинго Ура, нашёл Некую стрёмную странную штуку Вполне возможно, что да Что... Ой, это плохо Сюда я могу пройти Это интересно Хм А куда эта, собственно, штука ведёт? А неужели к тем самым охранникам? А, нет Она ведёт вот сюда Вау Ммм А, чёрт Тут только хотел сказать, что я сэкономлю И не буду эту штуку брать Как сразу взял её совершенно случайно Эх Невезуха Невезуха Не могу, кстати, стать невидимым Я могу бегать зато А-а-а-а Ой, ё Это было стрёмно Что есть ещё здесь? Ух ты ж, ё-моё Здесь ещё есть вот эти вот ублюдки Как вас звать-то правильно? Учёные, точно А, извините, я не могу разговаривать Я пришла сюда за списком Ну да Ты что, не видишь, что я сейчас занят? Ммм Ой, ночь есть ночь На сей раз я знаю, что она придёт Пойдёт со мной Не понял А-а, не ночь есть ночь А-а Это та самая ночь То есть сегодня будет такая ночь Что она пойдёт с ним Не знаю, это она или не она Если этот ублюдок ещё хоть раз Спросит меня, хочу ли я На свидание Я запрошу перевод отсюда Ага, понятно Это не та ночь Чёрт Тебе не повезло, парень Ладно, что у вас здесь есть ещё интересненького Ну А, во, всё Отлично Я всё-таки еду вниз Уже испугался Думал, что я не еду вниз А я всё-таки еду вниз Здравствуйте, доктор Хрен Куда, собственно, вы идёте? А, может быть, вы считаете, что я вас Ваш подопытный кролик? Эй, кто ты? Эй, ты кто такой? Ну, доктор Битерон послал меня узнать О твоём продвижении И чё? Ой, я думал, что это Произносится как Битермен Ну да, я, блин, пофигу лить вам всем Так Эй, Эрик, заткнись И закончи, наконец, запись данных Ой, ну извините Прям просто Угу И что теперь? На север придёт настоящий Битермен, или что? Да, действительно, пришёл какой-то ещё один доктор-доктор И чё? О, действительно, Битермен всегда любил проверять нас Хорошо, как ты знаешь, мы работаем над проектом СС Такой Знаешь ли, ну, супер-сыворотка, которую можно давать взрослым Вау, вот это, кстати, круто О, да, конечно, и как же вы, парни, все это делаете? Так, ну, как я думаю, ты знаешь, Бобби Он является живым доказательством того, что самая последняя версия пси-сыворотки работает И никаких побочных эффектов, господи, что же я кашляю-то Да, именно поэтому доктор Айтин опубликовала эту супер-сыворотку Не, тьфу, не, продублировала, во О, конечно, то есть понятно теперь, почему Бобби важен Потому что на нем тестировали эту какую-то мега-сыворотку Так, теперь нам дали задачу создать версию супер-сыворотки, которую можно давать взрослым О, то есть нет, то есть это новое, то есть для взрослых еще не готово Ага, и это придется нам сделать Ну, собственно, и как же это все делается? Ну, не так уж и быстро, как хотелось бы Мы определенно делаем успехи И че? Да, точно, ты прав Эрик, заткнись Мы должны вернуться к работе, но сначала нужно сообщить доктору Биттерману, что мы кое-что покажем при следующей встрече Ух ты, интересно, продолжайте в том же духе Так и сделаем Угу, зашибись Немного больше информации про Бобби и про всякое такое, но мне бы нужно какие-нибудь новые таланты или что-нибудь в этом духе Ой-ё Ой-ё Я очень надеюсь, что это уникальный глюк, но на всякий случай я сохранюсь Эмммм Нет времени для разговоров Здесь много работы, которую нужно делать Угу, это хорошо Извини, говорить запрещено Мы встретимся в установленное время Угу, понятно А тебе, может быть, есть что сказать? Поверь, что мне было... Не понимаю Мне было бы приятно работать с тобой, но если я это сделаю, те двое, вероятно, разорвут меня на части Угу Ладно, возможно, вы думаете о чем-нибудь важном Так, если мы когда-нибудь улучшим эту сыворотку, я стану самым известным ученым Вау, серьезно? Ты какой же... ты же какой-то придурок, разве нет? По-моему, ты хренов рабочий Ты же действительно хренов рабочий При чем есть ученый? Если мы успеем сделать вовремя, то я стану героем Угу, ну или мы станем героями Так, я знаю, что они хотят уволить нас Если мы не достигнем реального прогресса в нашей следующей... Не знаю, неделе или в следующей работе Или типа того, это не важно Короче, короче, дело... Все дело в прогрессе Дело в том, что все дело в прогрессе Кстати, интересно Эту штуку нажимаешь И что? Да ничего Или все-таки что-то, или... Нет, ничего Ха 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 Обалдеть Я понятия не имею, что здесь делать Не говоря уже о том, что... Ведь здесь что-то надо делать Ха-ха-ха А, ну может быть вот так? Ой, тьфу, в смысле я имел в виду вот так? Но нет, здесь нету нифига Что, 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 что? Что это было только что? Я вроде не нажимал еще раз Ну ладно, не важно А, возможно, это просто такое глюченное место Где все, не пойми, как переглючивает То есть, вы смотрите Да, точно Я абсолютно полностью угадал Интересно, какое глюченное место Я нашел глюк в игре Вау Жалко, что я не нашел чего-нибудь более полезного А, да Один большой счастливой семьи О, да Счастливая семья Еще одну, короче, картинку нашел Но толку зато не нашел Никакого Я думал, что этот псевдо-бобби Мне все-таки поможет С этим проходом Блин, нос Золо Типа золо Коротнее Эм Но он мне не хочет помогать Ничем он там так и сидит А мне нечем повернуть ручку И Как-то я застрял Кстати, вот эта та самая штука невидимости Значит, мне она нужна, чтобы пройти там Но чтобы подвинуть эту фигню Мне нужен талант, которого у меня нет Как мне кажется Но откуда достать этот талант? Хм Возможно, он может быть тут Просто я его не заметил Конечно, любопытная и много странная теория Все возможно, не правда ли? Вот талант, которого я пока что не взял Это талант научный А значит, с помощью него Да, разумеется, это заперто А значит, с помощью него вряд ли можно На расстоянии двигать рычаги Как же мне в таком случае изучить Движение рычагов на расстоянии? Или я глючу И мне не нужно ничего учить А все дело в другом Неизвестно в чем В общем, окончательно застряв в этой игре Я решил посмотреть в интернете Что вообще народ делает в этом случае А и в интернете Я увидел код вот к этой вот штуке Я не понял, откуда его надо брать И честно говоря, я совсем забыл Как вообще проходить эту игру Несмотря на то, что я его проходил Кстати говоря, сам Может быть, этот код написан здесь Просто я не вижу Да маловероятно Но давайте попробуем Правда, я, честно говоря, уже забыл Возможно, 4995 Да, совершенно верно Ну, я очень надеюсь, что я должен был Это действительно знать И что всякое такое Может быть, я должен был Кого-то это в голове прочитать Даже не знаю Ну, в любом случае, пошли внутрь Ой, извини Ты напугал меня Ты здесь, чтобы заархивировать файлы? Ну, да Я только думал, что я увижу Как они были организованы До того, как появился я Ой, великолепно Тогда заархивируешь их Убедись, что Что-то там профессор Какой-то там И профессор Трой Вместе с доктором Айкин Хорошо? Ну, конечно И как вообще связь? Ну, знаешь Артефакт, который Профессора А, нашли То есть вот эти вот Артефакты Да, но Освежимая память Я не хотел бы Запутаться Конечно Несколько лет назад Профессора Эти самые ублюдки Попросили доктора Айкин От консультации Относительно древнего артефакта Которые они обнаружили В результате археологической экспедиции На Ближнем Востоке О, конечно Только хотел удостовериться Прав ли я Ну, без проблем Я понимаю Угу Только я Не понял Какого хрена То есть понятно Ну, короче Ладно Эти профессора А, профессора Сайкин Ну, 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 да Вроде бы Вроде бы Более-менее разобрался Добро пожаловать В Айкин Фармасютиклс Короче, электронную базу данных Пожалуйста, сделайте свой выбор Ага То есть мне Вау Я могу спросить Про себя И про своего брата Честно говоря, пока не хочу Выход из базы А это что такое? Добро пожаловать В электронную базу данных Айкин Фармасютиклс Пожалуйста, сделайте свой выбор Ну-ка, ну-ка Вот это, кстати, более интересно Бобби Вот эти вот все Дети завтрашнего дня Короче Бобби Бобби Дженкинс Высыпаю информацию Относительно Бобби Дженкинса Бобби Дженкинс Или Роберт Уильям Дженкинс Первый успешный эксперимент Доктора Айкин В применении супер-сыворотки Сыворотка дала Бобби Мощные пси-способности Без всяких побочных эффектов Это крупное достижение Позволило создать Новое поколение Пси-существ Дети завтрашнего дня С пси-способностями Не понял А, как раз с этими Пси-способностями И связан Пси-тотем Правды Бобби очень интеллектуален И ценен Доктору Айкин Короче, очень нужен И для исследования Ее тоже очень хорошая штука Короче И у него огромный потенциал Круто Так Что насчет Намаду Аджани-намду Аджани-намду Вызов информации Относительно Аджани-намду Аджани-намду Также известный Как Костяной жрец Вызвался Испробовать на себе Экспериментальную версию Псионик-сыворотки Доктора Айкин Для того, чтобы Стать всемогущим Мощная природа Собственно Сыворотки Объединенные С непостоянством Его собственной души Чуть не привели Аджани к смерти Будучи так близко К смерти Аджани развил Способность Общаться С загробным миром Что привело К созданию Тотема смерти Во как Вскоре Он все меньше Стал заботиться О мире живых И в конечном счете Покинул Испытательную группу Поклявшись Когда-нибудь Пробудить мир Мертвых Вау Видимо я еще Этого парня Еще встречу И может он даже Будет боссом Это очень интересно Такой вуду парень Аджани-намду Теперь называет Себя Костенлявым Жрецом И управляет Черным рынком На котором Реализуется Незаконная Продажа Различных Человеческих Органов И он очень силен И опасен для любого Кто с ним общается Вау Ну блин Это здорово Здорово Да Это очень интересно В общем Здесь Ну посмотрим Сработает ли это Не понял Ну ты же просто Взял и открыл дверь Разумеется Это сработает Что бы это ни было О господи Здесь еще один терминал Да Ладно Хочу ли я узнать Про человека Про которого я не знаю Или хочу узнать Что-нибудь новое Ну вот здесь Кто-то не пойми Кто и не пойми Кто Нет На нафиг Не пойми Кого мы будем Узнавать в будущем Давайте узнаем Про себя Кайн Кайн Значит Вызов информации Относительно Кайна Кайн 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 и Авель Были молоды Между ними Произошла сильная Ссора Из-за смерти Матери Кайн думал Что Авель Со своими Пси-талантами Мог стать Причиной Этой трагедии Авель Я же полагал Этой трагедии Его способности Все увеличивались И Кайн В конечном итоге Был вынужден Поместить его В поле Ограничения Способностей А потом Собственно Лишить его Свободы Вау Кайн Один из Наиболее Мощных Псиоников Которых Когда-либо Завербовывал ДНПК Он посвятил Свою жизнь Обеспечению Мирного Существования Псиоников И людей В нашем Обществе Вау То есть Собственно Это я Я посвятил Свою жизнь Вот этой Крутой Вещи Я супер Крут Да Это здорово Авель Вызыв информации Относительно Авеля Авель Был одним из Двух Первых Получателей Псионик Сыворотки Он был Выращен Вместе С своим Братом Кайном В школе Для одаренных Детей Доктора Айген И проявил Ранние Способности Вызывать Сильные Шторма И разряды Электричества Позволившие Ему создать Тотем Шторма Ты ж Ё-моё Когда Кайн И Авель Были молоды Между ними Произошла Сильная Ссора Из-за Смерти Матери Кайн Думал Что Авель Авель Думал Что Кайн Ля-ля Это разногласие Длилось Ля-ля-ля-ля Короче Всех Ступили В отряд Сначала Все было Хорошо Однако Авель Скоро Увлекся Псиспособностями Больше Чем Это позволял Закон И поэтому В конечном Счете Его выгнали Из отряда Потом Решили Свободы Позже Авель Убежал Из ДНПК И стал На путь Преступлений Вау Авель Думает Что он Бог И видит Себя В качестве Следующего Этапа Человеческой Революции Глубоко Презирает Человечество В целом Он Очень Непостоянен И чрезвычайно Опасен Обалдеть Просто Обалдеть Что Приселла Дивайн Приселла Дивайн Да Вызвав информацию Приселла Дивайн Приселла Дивайн Вызвалась Испробовать На себе Экспериментальную Версию Псюник Сыворотки Для взрослых Сделанный Доктор Майкин В надежде Использовать Свои таланты Для помощи Всем нуждающимся После того Как сыворотка Начала Действовать Приселла Стала Неестественно Хорошо Понимать Знания Древнего Египта Как будто Она жила Там В прошлой жизни Ее слияние С египской культурой Вместе с желанием Помочь другим людям Привело К образованию Тотема Солнца Вау Когда Приселлу Попросили Собственно Развить Более Агрессивные Таланты Она пришла В уныние И потом Сбежала Это интересно Даже очень Своеобразно То есть Она убежала Потому что Ей сказали Мол Сделай Пожалуйста Нам талантов Атаки Она такая Да ну вас Нафиг Интересно Приселла Дивайн Возглавляет Сеть Пси-связи Телефонную Пси-службу Которая Создала Что-то Она в пустыне Для того Чтобы вести Людей По дороге Процветания Она часто Выражает Протесты Против доктора Айкин И Айкин Фарма-Сютиклс А также Любого Другого Кто поддерживает Эксплуатацию Пси-одаренных Детей Вау То есть Приселла Дивайн Была просто Потрясающим Человеком Которого Я убил Жесть Ну ладно Что ты нам Еще можешь Рассказать Вот про Эдриана Стара Мне интересно Эдриан Стар Эдриан Стар Эдриан Стар Прежде Эдриан Стар Вернее Сначала Звали Эдриан Шталлер Интересно Вызвался Испробовать На себе Значит Экспериментальную Соответственно Для взрослых Сделанный Доктор Маки В задежде В общем Использовать Свои Сталанты Для создания Волшебства Сыворотка Дала ему Такую Возможность Но вместе С тем Был Неудачный Побочный Эффект Сделавший Его Чрезвычайно Восприимчивым К склонным К припадкам Безумия Однако Он смог С этим Справиться И быстро Стал одним Из самых Мощных Псиоников Во взрослой Испытательной Группе Доктора Айкин Театральные Таланты Собственно Эдриана Были настолько Велики Что они Позволили ему Создать Тотем Иллюзии Время Шло Эдриану Надоела Его жизнь И в один Прекрасный День Он исчез Ужасный День Годами Позже Он появился Вновь Под именем Эдриан Стар И стал известен Как сам Великий Извинист В мире Стар Невероятно Сильный Псионик В настоящее Время Он один Из самых Известных Магов Мира Очень прикольно Больше Здесь никого Нет Да Больше Никого Нет Замечательно Но еще Несколько Людей О которых Мы пока Что Ничего Не знаем Вот это Вот например Элия Креб Креб Господи Элайджа Кребспаун Вот это Вообще Жесть Элайджа Кребспаун Так Профессор Элайджа Кребспаун Одаренный ученый Он много путешествовал И является уважаемым Человеком Среди археологий Наряду с профессором Троем Известен за находку Артефакта Где-то на Ближнем Востоке Который помог Доктор Райкин Сказать Пси-сыворотку После того как Профессор Кребспаун Испробовал на себе Одну из первых Версий Сыворотки Он получил Пси-способности Но также Проявился Побочный эффект Получившийся Быстром старении Его тела Вау Из-за его И интересов И знаний Древних цивилизаций Потрясающе Профессор Кребспаун Создал тотем Демонологии Ни черта себе Это кстати Один из самых Жутких тотемов Очень будет интересно С ним встретиться Последствия эксперимента Все более сказывались На профессоре И он в конечном счете Уехал Чтобы прожить В одиночестве Профессор Элайджа Кребспаун Высокоинтеллектуальный Псионик Чье местонахождение В настоящее время Неизвестно Очень интересно Очень интересно Элайджу спросили Давайте последнего Гарланд Трой Гарланд Трой Гарланд Трой Да И вызов информации Оказательно Гарланд Трой Профессор Гарланд Трой Профессор И профессор Элайджа Кребспаун Были долгое время Друзьями Часто работали вместе На резу Профессор Кребспаун Трой Известен За находку Артефакта Где-то на Ближнем Востоке Бла-бла-бла-бла-бла Профессор Трой Вызвался Испробовать Все Еще на себе Тоже Экспертную Сыворотку Из-за того Что сыворотка Была В общем Испытана Трой Получил Невероятно Мощной Способности Но К сожалению Стал Слабоумным В цели Безопасности Доктора Айкина Профессор Трой Был заключен Под охрану Но Недавно Сбежал Ничего Себе Вы знаете Кстати Что я Думаю Я думаю Что вот Этот самый Профессор Трой Который Недавно Сбежал Вполне Может быть Голготомом Серьезно Я так думаю Хм Ну ладно Профессор Гарланд Был первым Кто использовал Пси Сыворотку Доктора Айкина То есть Вообще Первым В настоящее время Полагают Что он Мертв Очень Очень По-моему Подходит Под Голготома Серьезно То есть Я реально Не помню сюжет Вот серьезно Говорю Но вот Мне кажется Что это так Это моя догадка Может быть Это именно Мое Вспоминание Такое Очень такое Издалека Ко мне Пришедшее Ну Все возможно Добро пожаловать Ля-ля-ля-ля Могу Спросить Про Айкин Про Дети Завтрашнего Дня Про проект Супер Сыворотка И про Администрацию Вообще Боже Мой Какой ужас Айкин Фарма-сютиклс Айкин Значит Фарма-сютиклс Айкин Фарма-сютиклс Была Основана Ученым Генетиком Доктором Джон Айкин Компания Была создана Для изучения Генной инженерии И применения Ее в медицинских Целях Наиболее известное Изобретение Доктора Айкина Является Пси-сыворотка Эта сыворотка Собственно Виде Если ее Вести людям Короче Производит Мощную мутанцию С их умами В настоящее время Айкин Фарма-сютиклс Единственная Корпорация Которая Занимается Исключительным Исследованием Пси-эффектов Для получения Информации Перейдите На веб-сайт Компании По адресу www.aikinpharmaceuticals.com Очень интересно Очень интересно Серьезно Так Секундочку Что у нас Здесь есть еще Интересное Дети завтрашнего дня Проект Дети завтрашнего дня Является Кульминацией Работы Доктора Айкин В области Исследования Пси-эффектов Эти дети Новое поколение Псиоников Которые Получили Самую последнюю Версию Пси-сыворотки Доктора Айкин Которая Называется Супер-сыворотка Проект Дети завтра Был создан Чтобы увеличить Способности детей В надежде Что они Когда-нибудь Станут лидерами Нашего общества То есть Они не стараются Внедрить Этих людей В правительство Они именно Что надеются На это Я очень надеюсь На то Что они Только на это Надеются Что еще Собственно Проект СС Супер-сыворотка Проект СС Проект СС Проект СС Супер-сыворотка И один из Самых Важных Проектов Над которым Работала Доктор Айкин Преимущество Супер-сыворотки От всех Предыдущих Версий Сыворотки Состоит в том Что Супер-сыворотка Позволяет Людям Развить Мощные Пси-способности Без Всяких Побочных Эффектов То есть вообще Это очень круто Ага То есть возможно Им даже не нужно Тратить никакой Сцены Ти И он у них Бесконечный Это очень здорово Так Что насчет администрации Администрация Вызов Так Всех сотрудников Воящих Корпус детей Завтра Должна сопровождать Охрана Дети могут Находиться Только В установленных Местах И должны Постоянно Контролироваться Код доступа К корпусу Дети Завтра Желтый Синий Красный Белый Зеленый ЁПРСТ Не забыть бы еще Желтый Синий Красный Белый Зеленый Это что такое Какая-то Какая-то Карточка Си Оф Ти Похоже на Карту доступа Но это Конечно Правда Но Черт Возможно Действительно Ой Ё-моё Еще и звонят Кайн здесь Эй Что там происходит Довольно хорошо Я нашел Интересную информацию В некоторых Из Отчетов Айкин Профессор Крэпспаун Профессор Трой Спрашивали Доктора Айкин Об артефакте Который Они Вырыли На Ближнем Востоке Странно Почему Они спрашивали Айкин Ну даже Не знаю Но я собираюсь Выяснить Тем временем Почему бы тебе Не разведать Все про Крэпспауна И Троя Хорошо Посмотрим Ну да Ну да Вы знаете Что меня Больше всего В этой игре Поражало Это пожалуй В каком-то смысле Станет спойлером О чёрт Я попался 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 Сручно Аааа Ё-моё Ой ё Серьёзно Это Это Стра Ааа Это страшно Что же мне Такого умненького То сделать Ну вот Пожалуй Вот эту Отражательную Штуку Мне интересно Применить Сейф Пока что Ну-ка Стреляйте По мне А чёрт Это было Не то Что я хотел Где отражалка Вот она Ну Паляйте Что ли Чёрт Повери Нет Гранта Мне не интересует Хватит уже Гранта Меня не интересует Как я уже вам говорил Да блин Ну и ладно Ну и хотите Как хотите Так Одному ответил Второй Мне врезал Ну давай Бей меня Отлично Одного Больше нет Аааа Что мне с этим То делать Интересно У него вообще Действует лазер Я сомневаюсь Будем его бить Вот этой фигнёй Что ли Он поскольку Стреляет В основном Гранатами То Не представляет Слишком уж Сильной опасности Как мне кажется Ну-ка А чёрт Давай Я тебя поймаю Так или иначе О чёрт Ты копируешь Мои навыки Что ли Или мне кажется По-моему Он реально Копирует Мои навыки Ё-моё Ааа Отстань Ещё получай Я сказал Ещё получай Блин Не долетает Вот теперь долетает Отлично Ещё одним гадом Меньше Прям таки Счастье есть Я более-менее Восстановился Я забыл пароль Ээээ Чё-то там Жёлтый Зелёный Чё-то как-то так Где-то как-то Children of tomorrow Да Я знаю Что надо уже Завершать видео Но я хочу Чёрт возьми Ввести чёрта в пароль Мать его Так Жёлтый Синий Красный Белый Зелёный Жёлтый Синий Красный Белый Зелёный Да Ладно Спойлерить я вам пока не буду Правда такой спойлер Очень своеобразный Он связан С Кайдом И Авелем Такой Немного ни о чём Я пожалуй Лучше расскажу вам В следующей серии Если тем более Чёрт я опять пароль забыл Эээээ Всё Кажется Сейчас введу И Тадам Тадам Да Тадам Какое счастье Ой Ну всё Теперь мы точно продолжим С вами в следующий раз Извините что затянул С вами был Время Сдар Рыбай